Местописание, братья, которое мы будем читать, это первое послание Тимофея, 3 глава, 14-15 стих. Здесь апостол Павел пишет такие слова. «Это пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть в Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Ну, братья предложили немного порассуждать об этом тексте Священного Писания, и я не хотел бы выделить здесь только конец этого отрывка, а остановиться на всём, потому что весь этот отрывок, он и несёт в себе цельную мысль. И я думаю, это, наверное, стих, который определяет вообще тему самого послания Тимофею, которое апостол Павел здесь пишет. Он говорит, «Пишу тебе, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Я некоторые слова выпустил, которые апостол Павел здесь говорит, если замедлю прийти. Но основной смысл этой фразы – «я пишу тебе, потому что для того, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». Апостол Павел был, наверное, очень озабочен тем, чтобы в Доме Божьем души, служители и все верующие, относящиеся к этому Дому Божью, поступали как должно. Ну и в первую очередь я хотел остановиться на мысли о Доме Божьем. Вот что такое Дом Божий? И если так в Ветхом Завете прочитать некоторые мысли, я думаю, нам понятно, Дом Божий. И когда Яков молился на камне, увидел лестницу восходящую на небо и сказал, вот здесь это истинно Дом Божий, место присутствия Божьего, да? Там Бог присутствовал, и это Яков назвал Домом Божьим. Когда Моисей строил Скинию, это тоже было место, в котором должен был обитать Господь, и тоже место можно называть Домом Божьим. Храм, который строил Давид, тоже Дом Божий, в котором должен был обитать Господь. У пророка Исаии в 66 главе 1 стих вот такое слово мы читаем. Хотя, как я уже некоторые примеры привел, место обитания для Бога люди пытались и построить, и создать. А Бог говорит в 1 стихе 66 главы Исаия. «Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего?» Получается, что вот этими словами Бог как бы говорит, «Все то, что вы хотите делать для того, чтобы построить дом для меня, все это не может вместить меня. Земля – подножие ног моих, и небо – престол мой. Где же вы построите дом для меня, жилище, место покоя моего?» И действительно, если мы так задумываемся о сущности, о величии Бога, то где человек может построить дом для обитания Бога? И Давид в Псалме, в 14-м, первым стихом, говорит тоже такие слова. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей?» Вопрос задает. Дело в том, что, ощущая, понимая величие Божье, Давид задается таким вопросом, кто может присутствовать и кто может быть на месте обитания Бога? Там, где Бог, кто из человека может приблизиться к этому месту? И мы знаем много случаев таких, когда Бог предупреждает, «Сними обувь с ног твоих, потому что место, на котором ты стоишь, место святое». Почему? Да потому что Бог рядом. Мы знаем, что когда Бог наполнил Дух Святой храм, который построил Соломон, никто не мог приблизиться к этому месту, место святое. Бог там обитал. И вот здесь написано, чтобы вы знали, как поступать, как должно поступать в Доме Божьем. Я почему говорю, вот такое введение сделал о Доме Божьем, чтобы наши сердца наполнились ощущением величия, в которое вкладывается вот это слово «Дом Божий». Дом Божий – это действительно очень величественно, очень важно. И, наверное, настолько свято и грешнику невозможно там находиться, где Бог. И хотелось бы вот мысль эту продолжить уже Новым Заветом. Братья, Бог нашел возможность построить дом, место для обитания Божьего, в котором души тоже могут находить свое пристанище. Дом Божий, в который мы тоже можем входить. И дом этот является церковью, которую основал Господь наш Иисус Христос. Мы читаем в послании к Коринфянам, в 3 главе, 17 стихом, «Храм Божий свят», и потом апостол Павел говорит, «Этот храм вы». Вот этот храм вы, дорогие братья, чудно. Вы – тот храм, тот Дом Божий, то место присутствия Божия, где Он обитает. И мы с вами тоже на этом месте можем находиться. Мы тоже входим в этот Дом Божий, в этот храм Божий. И Священное Писание открывает нам, что этот храм Божий, этот дом, жилище для Бога сотворил сам Господь Иисус. Он говорит в Евангелии от Матфея, 16 главе, 18 стихом, «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». «Создам, создам церковь мою». И вот эта церковь Божия – это есть собрание душ, которые приняли Его и которые уверовали в Него, которые соединились с Духом Божьим в одно целое. И вот эта целая – это и есть церковь Божия. И вот в этой церкви Божией обитает Господь. Это место обитания Божия, это Дом Божий. Вот это место, которое мы прочитали, он говорит так, апостол Павел, чтобы вы знали, как поступать в Доме Божьем, в который есть церковь Бога Живого. Церковь Бога Живого – собрание душ, в которых живет Господь. И вот это собрание душ, оно создано самим Иисусом Христом. Он пришел на эту землю для того, чтобы стало возможным создание такого храма Господня, в котором Господь обитает, и в котором души тоже могут иметь общение с Отцом Небесным, с Богом, который живет в неприступном свете. Земля, подножие ног Его, небо, престол Его. Но, дорогие братья, Он живет в собрании душ, которые приняли Его верою. И вот это собрание душ Христос называет церковью. Создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Хотелось прочитать еще одно место из Евангелия от Иоанна, 17 стих 1 главы, говорит так. «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Таким образом, вот сам Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы создать вот эту церковь. Церковь – место обитания Бога. Продолжать наши размышления о Церкви Божьей мы будем на основании текста из Ефесянам 2 глава, с 19 по 22 стих. Здесь написано «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духа». Это отрывок Священного Писания, в котором нам я хотел бы подчеркнуть три мысли. Главные мысли заключаются в том, что мы теперь уже не свои, а сограждане святым и свои Богу. Так говорит вот первый стих, который мы прочитали, 19-й. И потом он говорит, что мы стали своими Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Вот это здание, которое создал Господь, церковь, храм Бога Живого, имеет основание. И это основание – сам Господь Иисус Христос. Он является краеугольным камнем, на котором все это здание созидается Господом нашим Иисусом Христом. Вторая мысль, что Иисус Христос это здание созидает, и на этом основании это здание возрастает. Первая Петра, 2 глава, 4-5 стих, там говорится о том, что мы являемся живыми камнями. И говорится так. «Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Этот храм Божий, этот дом Божий, он созидается на основании, которое положил Иисус Христос, на нем самом, и созидается из живых камней. Эти живые камни – это души. И вот эти души, они созидают чудесный храм. Смотрите, здесь написано в послании официанам, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Вот этот храм в Господе возрастает тогда, когда в него вкладываются живые души. И неживые души в этот храм вообще не вкладываются. Иногда может создаться впечатление такое, что храм Божий состоит из очень разных душ, живущих в этом мире. Мы знаем, очень разное отношение, наверное, и к Слову Божью, у разных вероисповеданий и так далее. Но я так понимаю, что истинный храм Божий в церковь Бога Живого вкладываются только живые души. Те, которые живы Господом и в сердцах, в которых сам Господь живет. Таким образом возрастает этот храм. Возрастает чудесное здание, в котором обитает Господь. И третья мысль. Здесь написано в послании официанам, 22 стихом, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Тут еще одна мысль. Каждый живой камень, который вкладывается в храм Божий, в церковь Бога Живого, он и сам является жилищем Божиим, жилищем Духа Святого. И апостол Петр тоже это говорит. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Таким образом созидается вот этот чудесный храм. И, думается, вот этот храм, который созидает сам Господь из живых камней, из душ, он является нечто такое величественное, что люди простые, люди неверующие в этом мире, они вообще не могут понимать. В послании официанам, в третьей главе, апостол Павел говорит, что это является домостроительство тайны. Девятым стихом он говорит о том, что хочет Бог, дал ему вот эту милость, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокровавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом. Это домостроительство тайны, сокровавшейся от вечности в Боге. И вот эту тайну Бог поручил апостолу Павлу открыть людям. Это действительно великая тайна. Бог, храм, в котором он может обитать и в котором он хочет обитать, поручил создать сработникам Иисуса Христа, живущим здесь на земле, нам с вами, которые и в наше время живем. Мы тоже являемся сработниками у Бога для того, чтобы вот этот святой храм в Господе продолжал созидаться. Мы не знаем, когда он примет окончательное свое очертание. Написано только в Священном Писании, что когда последний грешник, последний язычник обратится к Господу, и как бы вот этот последний живой камень будет положен в здание вот этого чудесного храма, тогда это строительство завершится, и Христос придет на землю за своей церковью. Таким образом, вот этот храм, который созидает Господь Иисус Христос, он до сих пор строится. И чудно то, что вот в этом храме Господь действительно живет. В послании Коринфянам, в первом послании, 3 главе, 16 стихом написано, «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Таким образом, апостол Павел говорит о том, что Дух Божий живет, во-первых, в каждом сердце, который вложен в этот святой храм. И еще одно место в Священном Писании из 2 послания Коринфянам из 6 главы. Здесь прочитаем тоже 16 стих, только вторую половину написано, «Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, «встелюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Таким образом, Иисус Христос сам лично живет в сердце каждого человека, который как живой камень вложен в этот храм Божий, в церковь Бога Живого. И в целом он живет в Церкви Божьей Духом Святым. И таким образом получается, церковь Бога Живого, она есть место обитания Бога здесь, на этой земле. Место, в котором живет Господь, и через которое Бог проявляется всем окружающим людям, живущим на земле. И это действительно величественно. И храм, который таким образом Господь созидал, это жилище Божье и место обитания Господа. Хотелось теперь, продолжая нашу мысль, которую здесь апостол Павел нам говорит, прочитать последнюю фразу стиха. Вот смотрите, здесь написано, что мы должны... Апостол Павел хочет, чтобы мы знали, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Дом Божий, Церковь Бога Живого. Понятно, это мы так немножко порассуждали об этом. А дальше он говорит, столб и утверждение истины. Но здесь, смотрите, Дом Божий, Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, я так это понимаю, это все разнообразные обозначения одного и того же. Дом Божий, Церковь Бога Живого. Ну, здесь написано конкретно, Дом Божий – это Церковь Бога Живого, да? И дальше написано, столб и утверждение истины. Таким образом, Церковь Бога Живого, Дом Божий, в котором Бог живет, здесь на этой земле, Храм Божий, о котором мы сейчас только говорили, вот это и есть столб и утверждение истины. Ну, для того, чтобы немного порассуждать об этой последней мысли, этого отрывка, хотелось остановиться на том, что, в общем-то, собственно говоря, означает, ну, столб и утверждение истины. Столб и утверждение. Я смотрел немецкие переводы, вот это второе слово «утверждение», оно во всех немецких переводах переведено именем существительным. Ну, и посмотрев греческий перевод, слово, которое стоит в подлиннике, то первое, значит, значение этого слова – опора. Ну, и вот слово «утверждение» – это уже как бы, ну, производное, что ли, или, ну, переносное значение вот этого слова, которое стоит в греческом языке. Ну, поэтому я бы мог в данном случае сказать и вот это слово прочитать так, что Церковь Бога – это столб и опора истины. Ну, и примерно в таком плане она звучит и в немецких переводах. Что значит быть столбом и опорой? Ну, я хотел бы опять обратиться, ну, к мысли о том, что такое столб и опора в строении в каком-то. Ну, если мы имеем какое-то здание, то очень часто для того, чтобы это здание было, ну, основательным, твердым, крепким, требуются какие-то опоры. Ну, если мы так старые постройки посмотрим, ну, на картинках где-то храмы строили, очень часто сопровождается строительство храмов колоннами, да, и если это величественные, очень большие здания, в которых нужны большие площади перекрывать, то без колонны никак не обойтись, да. Вот это столб, ну, в середине храма, может быть, видели где-нибудь, может быть, на фотографиях, стоят целый ряд опор, на которых держится перекрытие дома. Иногда вот такие колонны, столпы стоят и оформляют лицевую сторону храма для того, чтобы придать вид храму или особую торжественность и величие этому храму. Таким образом, я хотел бы подчеркнуть мысль вот такую. Столб, опора, они никогда не имеют смысла сами по себе, если они не принадлежат какому-то определенному архитектурному строению, да. Ну, если бывает так, что где-то ставится и отдельная колонна какая-то, и, может быть, тоже какую-то, ну, функцию несет, но тогда она несет в себя обычно уже функцию какую-то, просто как знак какой-то, да. Ну, или она подчеркивает, может быть, величие того, который ее построил или еще что-то. Но в основном колонна, опора, она необходима для того, чтобы что-то удерживать, что-то поддерживать, быть конструктивным элементом в каком-то архитектурном знании. Почему я так пространно об этом говорю? говорю об этом потому, чтобы наши мысли сосредоточились, может быть, на том, для чего эта опора стоит, для чего она необходима, что она, собственно, держит, а не остановились на том, что она сама значит. Вот в данном отрывке здесь написано, что Церковь Бога Живого – это и есть столб и утверждение истины. Я бы хотел перенести нашу мысль на последнее слово вот этого отрывка. Здесь написано, что Церковь Бога Живого является столбом и утверждением чего? Истины, да? Значит, вот в этом отрывке главная истина, а не то, что мы читаем столб и утверждение, столб и опора. Это только средства, которые поддерживают то главное, что хочет нам сказать здесь апостол Павел. Они утверждают и свидетельствуют, можно сказать, об этой истине. Они эту истину преподносят, может быть, тем людям, которые видят столб этот. Ну и они удерживают эту истину. Если говорить о столбах в храме, то они держат перекрытие какое-то, да? И вот этот столб, он необходим для того, чтобы это перекрытие, оно стояло твёрдо и не разрушалось. И чтобы сам храм этот тоже, значит, не разрушился, нужны вот эти столбы. Таким образом, Иисус Христос является, ну и апостол Павел в данном случае хочет нам сказать, что Церковь, она должна утверждать истину здесь, на этой земле. Она должна её нести, и она должна быть средоточием вот этой истины здесь, на этой земле. И действительно, она так и есть. Ну а теперь я хотел бы об истине немного говорить, и потом параллельно, каким образом вот эту истину Церковь должна поддерживать, каким образом она должна это свидетельствовать окружающему миру об этой истине. Ну, коротко об истине, да? Я хотел бы в первую очередь отметить то, что благодать и истина произошли от Иисуса Христа. Мы уже прочитали это место в Евангелии от Иоанна, в первой главе. И сам Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь». Таким образом, я хотел бы указать, в первую очередь, на самого Господа нашего Иисуса Христа, который говорит, «Я есть истина». И когда Пилат спрашивал Христа, что есть истина, вот эта истина, олицетворённая истина, она стояла перед Ним. И апостол и Пилат, он эту истину просто не видел. Он не мог её видеть. Для того, чтобы эту истину видеть, нужно открытое сердце для Господа. И Иисус Христос, Он пришёл на эту землю для того, чтобы вот эта истина, она вселилась в каждое сердце. Послание Ефесина, в четвёртой главе, мы прочитаем отрывок с 20 по 24 стих 4 главы. Написано так. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нём, и в Нём научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Мысль, которую я хотел подчеркнуть, прочитав этот стих, написана так. «Вы познали Иисуса Христа, потому что истина в Иисусе. И вы познали Его не так, он говорит здесь выше, о том, что люди, помрачённые в разуме, отчуждённые жизни Божьей, дошли до бесчувства, предались распутству и так, и всякой нечистоте с ненасытимостью. Вы не так. Вы не так. Вы познали Господа Иисуса Христа, и вот истина в Иисусе. И истина в Иисусе заключается в том, что вы познали, что для того, чтобы Иисус Христос жил в сердце вашем, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Дорогие братья, Иисус Христос пришёл здесь на эту землю для того, чтобы вселиться в сердца наши. Иисус Христос является той истиной, которую мы должны нести окружающему нас миру. Иисус Христос должен быть виден в нашей жизни. Таким образом, первая мысль, которую я хотел бы сказать, для того, чтобы вот эта истина, о которой здесь говорится, чтобы нам быть столпом и утверждением этой истины, Иисус Христос сам должен жить в нашем сердце. И Он должен быть виден в нашем сердце. Таким образом, мы можем действительно вот эту истину самого Иисуса Христа нести людям, окружающим нас, и быть утверждением истины об Иисусе Христе для окружающих людей. Если мы будем называться именем Иисуса Христа, а иметь в сердце своём что-то нечистое, тогда наше свидетельство об Иисусе Христе будет неистинным, неистинным, и мы не сможем Иисуса Христа вот эту истину преподносить людям. Для того, чтобы её являть людям, мы должны его иметь сами в сердце нашем. Дальше апостол Павел в этом послании же Тимофею, в 6 главе, говорит 11-12 стихом так, «Ты же человек Божий, убегай сего». Ну, опять же, о нечистоте, о сребролюбии он говорит здесь, и о разных других нечистых вещах, и говорит, «Убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Братья, я думаю, вот то, что здесь написано, в Церковь Бога Живого есть столб и утверждение истины. Это говорит о том, что Церковь Бога Живого должна быть живым исповеданием этой истины перед окружающим её миром. Живым исповеданием. Живым исповеданием мы можем быть тогда, когда Иисус Христос, эта олицетворённая истина живёт в нашем сердце, и когда жизнь наша подтверждает это, и апостол Павел заботится о том, чтобы и Тимофей именно таким свидетелем был окружающим его миром. Он говорит, «Ты же человек Божий, убегай сего, все конечистоты, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигам веры, и таким образом будешь добрым, ты можешь доброе исповедание перед многими людьми здесь, на этой земле совершить». Дальше я хотел бы говорить о том, что Господь Иисус Христос принёс сам олицетворённая истина, которая пришла здесь во плоти на землю. И в 16 стихе, вот в последующем стихе, отрывку, который мы читали, написано «Бог явился во плоти». Действительно, Он сам пришёл на эту землю, и эта истина вот так вот во плоти явилась людям. Но Он принёс ещё и учение здесь на эту землю, и истину о Боге явил людям. Здесь написано «Бог явился во плоти». Таким образом, истина о Боге стала известной людям через Господа нашего Иисуса Христа. И «Бог явился во плоти» — это говорит о том, что сам Иисус Христос тоже является Богом, воплотившимся здесь, на этой земле. Это одна из основных истин Священного Писания, которую мы находим в Библии. И вот эту истину Священного Писания о том, что Бог явился во плоти, сам Иисус Христос пришёл как воплотившийся Бог на землю, вот эту истину Церковь тоже призвана нести в миру окружающему, и она должна быть свидетелем окружающему миру об этой истине. Другая истина, которую Иисус Христос принёс на землю, это истина о спасении через Его жертву на кресте. Мы об этом очень много читаем, да? И вот это спасение, оно становится достоянием каждого уверовавшего, каждого принявшего Господа нашего Иисуса Христа верою. Это вторая мысль, да? Иисус Христос является Богом, Иисус Христос пришёл спасти грешников, тех, которые приняли Его верою. Третью мысль, которую я хотел бы подчеркнуть, истину о святой жизни здесь, на этой земле. Бог пришёл, Иисус Христос пришёл сюда на землю для того, чтобы уверовавшие в Него жили новую жизнь. Иисус, апостол Пётр говорит, Бог свят, и вы тоже должны быть святы. Будьте святы, потому что Отец ваш Небесный свят. И вот эту истину о том, что мы должны быть святы, как и Бог, Отец наш Небесный, она прослеживается в Новом Завете и в Ветхом Завете в очень-очень многих местах. Это третья истина, которую Церковь обязана нести окружающему миру. И я хотел бы ещё и четвёртую истину сказать, которую Церковь обязана нести окружающему миру. Это истина о Втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Это истина о том, что когда-то в Церковь живую войдёт последний грешник, и Церковь, живая Церковь Иисуса Христа, будет отозвана от этой земли. Иисус Христос возьмёт её к себе и вернётся на эту землю для того, чтобы, во-первых, судить её, и для того, чтобы после этого суда очистить землю от всего нечистого и воцариться здесь, на этой земле, и в течение тысячи лет царствовать здесь, на земле. Основная мысль, дорогие братья, чтобы вот эти истины, о которых я сам перечислил, я думаю, это далеко не все те истины, которые Церковь обязана нести окружающему миру. Это только, может быть, такие основные моменты. Иисус Христос является Богом, Иисус Христос является Спасителем, который верою даёт спасение каждому, принявшему Его. Это истина о том, что мы должны святою жизнью засвидетельствовать об этом окружающему нас миру, и это истина о том, что Иисус Христос опять придёт на эту землю. Вот это такие истины, которые Церковь обязана и призвана быть свидетелем окружающего миру. Итак, я хотел бы ещё раз прочитать вот это слово. Смотрите, Церковь Бога Живого – столб и утверждение истины. Братья, Церковь Бога Живого может быть столбом и утверждением истины только тогда, когда эта истина в Церкви живёт. Эта истина, как мы уже говорили о Церкви Бога Живого, должна жить в первую очередь в сердце каждого живого, камня, живой души, которая входит в это чудесное строение, в Храм Божий, в Церковь Божию. А во-вторых, она должна присутствовать, эта истина в Церкви в целом. Всё нечистое должно быть удалено из Церкви, и Церковь будет исполнять своё назначение быть столбом и утверждением истины только тогда, когда эта истина в ней живёт. Когда эта истина живёт в нашем сердце, и когда эта истина живёт в Церкви. Пусть Господь даст нам вот это сознание того, что и ответственность, которую апостол Павел вот этими словами возлагает на каждого члена Церкви, не только на братьев, но и на сестёр. Но сегодня здесь братья, и я думаю, братья тоже по-особому должны относиться к своей ответственности в Церкви. Почему? Да потому что братьям Бог поручил нести служение в Церкви, не сёстрам. Хотя сёстры тоже являются живыми камнями в этом здании Церкви, но братья являются определяющими в том, какой эта Церковь должна быть, какой она будет. Они преподают и Слово Божье, они являются и ответственными, и служителями в этой Церкви. Таким образом, я думаю, сегодня очень вовремя, чтобы мы вот эту ответственность почувствовали, которую Бог возлагает на нас. Быть столпом и утверждением истины, и вот эта истина, она должна быть в наших сердцах. Церковь является сосредоточением вот этой истины. Нигде больше на этой земле, в мире, мы не найдём место, на котором бы вот эта истина могла найти своё место, пристанище. Нет в этом мире другого места, кроме Церкви Божьей, живого храма Божья. Здесь место сосредоточения истины Божьей, о которой мы должны свидетельствовать окружающему нас миру. Ну и хотелось бы сказать о том, что вот так как мы смотрим на какой-то величественный храм, и он, наверное, увлекает нас иногда своей красотой, своим величием. Также точно Церковь Бога Живого должна вот этой истиной увлекать окружающих её людей. Быть столпом. Это значит свидетельствовать всем людям, которые этот столб видят о той великой истине, которая сосредоточена в этом столпе, или, может быть, можно так сказать, да, или которую этот столб подчёркивает. Величие храма Божия, в которой живёт Господь. И таким образом вот эта истина Божья, если мы действительно являемся столпами, которые свидетельствуют об этой истине, об этой истине, таким образом эта истина провозглашается перед всем миром, который на этот храм, на это чудное строение смотрит. И третье, я думаю, мысль о том, что здесь написано, есть утверждение истины. И утверждать вот эту истину мы можем своей жизнью. И своей жизнью мы обязаны эту истину утверждать. Ну как утверждать? Утверждать тем, чтобы в нашей жизни Иисус Христос был виден. Чтобы в нашей жизни была действительно святость Божья видна, чтобы мы действительно были свидетелями этому окружающему миру об этой истине. И вот таким образом вот это слово, оно может исполниться. Хотелось бы, чтобы мы правильно поняли вот эту мысль. Столпом и утверждением истины церковь может являться только тогда, когда истина действительно в ней, во-первых, сосредоточена, когда эта истина ею провозглашается, и когда она утверждается церковью, эта истина утверждается жизнью. Пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы действительно были столпом и утверждением той истины, которую Господь хочет, чтобы мы здесь, на этой земле, и были. И за все будем благодарить Господа. Мы склонимся еще для молитвы. Святая Церковь Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok